21 января в физкультурно-оздоровительном комплексе города Тараклия состоялся финал 22-го международного турнира по футболу, посвященного памяти Петра Стоянова. Из 30 приглашенных в ожесточенной схватке до финала дошли 5 самых способных и достойных команд из городов Вулканешты, Тараклия, Бендеры, Камрад и села Московей. Я каждый раз с удовольствием прихожу сюда, встречаясь с своими друзьями, своими соратниками, скажем, по футболу. И мы вспоминаем минувшие дни, где вместе рубились мы на футбольном поле. Болеем, естественно, за Тараклицев. Я должен сказать, что для всех любителей футбола это большой праздник. Я хочу в первую очередь обратиться к тем людям, которые отвечают за положение ФОКа, чтобы они действительно предприняли какие-то конкретные шаги, а не просто обещания каждый год. Спортивный комплекс переполняли эмоции – шум болельщиков, яростно поддерживающих любимые команды. Главным героем турнира стал игрок футбольной команды, чемпион города Тараклия Роман Шумкин. Он показал не только профессионализм, но и умение упорно сражаться. Был удостоен званий в номинациях «Лучший игрок» и «Лучший гол турнира». Только положительные эмоции, все ребята довольны. Так что будем и дальше стараться защищать титул и оставлять в Тараклии этот кубок. Ждали мы этого кубка уже, наверное, четвертый год, да, 2014-й, последний раз мы выигрывали. Болельщики кричат, за ним тоже отдельная благодарность была слышна, очень хорошая поддержка, зрители действительно переживали. Более техничным и интригующим стал поединокоман «Спартак» села Москве и «Дрим-тим» города Бендеры. «Спартак», проигрывая, одержал волевую победу со счетом 6-5. Уже пять лет этот турнир и хочется отметить организационные люди, которые организовали это. Благодарность всем, Петр Петрович, всем, кто участвовал, организаторам, тем, кто принимал участие. Потому что турнир носит память Петра Ивановича. Мы благодарны, что нас позвали и очень рады участвовать в этом. И в дальнейшем думаем, что тоже нас будут вызывать на этот турнир. Постоянным болельщиком 22-го международного турнира по футболу стал председатель района Кирилл Татарлы. Хорошо, что турнир прошел на высоком уровне, без травм, обошлось без никаких эксцессов. Поэтому это дает повод быть уверенным в том, что в будущем году этот турнир будет, будут в нем участвовать еще больше команд. Мы постараемся к тому времени лучше подготовиться, подготовить зал для этого. Ну и хочется сказать нашим всем футболистам в добрый путь в сезон 2018. Церемонию награждения посчастливилось провести представителю Федерации футбола Молдовы Владиславу Чапотарь и председателю района Кириллу Татарлы. Номинированы были Владислав Стоянов, город Тараклия, лучший арбитр, Вячеслав Припелица, Спартак, село Московей, лучший вратарь, Петр Марков, Конан Петрол, город Камрад, лучший нападающий. Главный приз турнира, кубок мемориала Петра Стоянова, достался в футбольной команде чемпион города Тараклия. Финал прошел в духе фэйрплей, справедливой и честной игры. Судейство сегодня было на очень высоком уровне. Ни одна команда не имела нареканий и турнир понравился всем зрителям. Было сегодня очень много болельщиков и болельщиков со всех команд. И особенно яростно болельщики поддерживали нашу Тараклийскую команду чемпион, которая сегодня наконец-то взяла первое место и порадовала многочисленных зрителей. Мы очень рады, что на наше приглашение откликнулось столько много команд, 30 команд. И команды со всего южного региона, с Украины, команда с Бендер, с Кищенева. И мы рады, что все эти команды, все игроки, они помнят нашего отца, который оставил глубокий и яркий след в истории развития футбола и в истории Тараклия. Финал прошел на славу. Стал праздником для болельщиков и зрителей. Профессионализм и техника игроков порадовали всех присутствующих.